здравствуйте друзья вы на канале одного из наиболее авторитетных политологов израиля раввина политика авраама шмулевича добрый день ура добрый день юрий добрый день дорогие друзья и с вами ведущий юрий гемельфарб и конечно главная новость это то что в результате блестящей операции наших спецслужб четверо наших людей были освобождены но я хочу задать вопрос немножко о другом я хочу задать вопрос о какой-то ну совершенно феерической реакции мирового сообщества вы понимаете это уже до анекдота доходит ну ладно к реакции хамас мы привыкли они они заявили что они израиль провел преступную операцию операция по освобождению заложников преступной ну черт с ними это плевать на них но вопрос другом как реагирует мировое сообщество у жозефа барреля вообще какая-то биполярка он с одной стороны одобрил выразил радость по поводу того что четверо заложников освобождены с другой стороны осудил израильскую военщину что это за идиотизм ведущей канала bbc она спросила бывшего пресс-секретаря цахалла джонатана конрикуса почему цахал не предупредил население но сей рад о предстоящей операции чтобы уменьшить потери среди гражданских туда что набирают по принципу умственной отсталости мид египта выиск выразил решительно осуждение израильскому нападения на ну сера палестинская администрация во главе с махмудом аббасом требует созыва совбеза он по резине в но все и рад замминистра иностранных дел норвегии андреас кралик он тоже приветствовал освобождение заложников и осудил операцию по их спасению что происходит вообще за биполярное расстройство до руководство израиль ирландии тоже в общем такой общий детскому приветствуем освобождение заложников но осуждаем что ими как и что их освободили на это не биполярный диск диск у них вполне четкий который мы хорошо видели и в 33 году и сорок первым и ранее дискусс уничтожение евреев это такой неприкрытый древний совершенно на базовом уровне антисемитизм им нравится мертвые евреи и не нравятся живые евреи мы с вами уже цитировали неоднократно гениальные строки губермана на эту тему в годы обогренный закатом неопроверживание всего делает еврея виноватым факт существования его да вот и то что в этом смысле ничего удивительного нет просто показывает что на самом деле думает мировое сообщество они являются как минимум заинтересованы зрителями в попытках хамаса и других арабов и ирана уничтожить нас а на самом деле они большая часть современных опытов примутся участники те преступления которые в том числе были и 7 октября потому что кто финансирует хамас финансирует администрацию газе если мы посмотрим то большая часть денег поступает или из европейского союза визию и из соединенных штатов так называемая гуманитарная помощь которую хамас использовал в том числе строительство туннелей закупки оружия и так далее школы агентства помощи беженцев он в которых находится скоро дороже больницы которые построены европейские деньги которые если европейские врачи кстати в которых находятся чтобы мы ходили все время чтобы хамаса что вы думаете в тот же барею тоже руководство европейского союза также ирландия да они прочие страны не знали это прекрасно знали знали куда идут деньги которые они як дают якобы на гуманитарную помощь палестинцам что эти деньги идут на создание армии хамаса и они это вполне устраивало они прекрасно понимают что израиль должен защищаться когда сами европейские страны воюют они воюют совершенно по-другому мы действительно самая гуманная армия они уж на гражданское население совершенно не обращают внимание но тем не менее второе это небеполярное расстройство это совершенно однополярный антисемитизм точнее даже желание уничтожить евреи в этом смысле европа она не сильно изменилась за последние несколько столетий когда на улицах европейских городов горели костры в которых инквизиция сжигала маранов сжигала евреев когда были еврейские погромы когда евреи выселились большей части современной западной европы ну и кончая гитлером кончая этого кончая опять если мы говорим восточную европу политика советского союза теперь российские федерации конечно тоже присоединились к мнению этих своих как они говорят западных партнеров и в этом смысле позиция европейского союза политика позиция путина отношения относительно права евреев на самооборону относительно попыток уничтожить евреев она абсолютно одинаковая недавно слышу интервью на канале дождь генерального секретаря Amnesty International так она прямо сказала что Amnesty International как бы в кавычках главной правозащитной организации ведущая кортикадзе несколько раз повторяет вопрос они не считают хамас террористической организации это борцы за свободу первым текстом сказал руководитель Amnesty International то есть даже до до резни 7 октября хамас периодически убивал из израильских гражданских женщин и детей он обстреливался совершенно неизбирательные израильские города и кстати никакие Дании и Норвегии никакие местные интернешнл почему-то не требовали у хамаса предупредить предупредить израильских граждан когда они начнут их обстреливать так что я повторяю политика совершенно четко в этом смысле разница между руководством европейского союза разница между значительной частью партии США скажем между американским госдепартаментом разница между так называемыми правозащитными организациями и разницы между администрацией Путина практически нет но но надо сказать что это не все мировое сообщество не говорит что все мировое сообщество ступает против нас мир расколот также как по многим вопросам расколот по отношению к израилю недавно сейчас в израиль приезжал например ники хайли бывший кандидат в кандидат в президенты ведущий американский политик и она сказала буквально следующее те кто выступают против израиля обречены потому что израиль был и свою всевышний и нельзя выступать против всевышнего вот нашего политики сказали такие слова это американский политика индийского происхождения а на сик по своим корням вот тем не менее понимает вещи которые не понимают многие израильтяне и есть достаточно много сил на западе которые выступают нашу поддержку и в том числе и в тех же самых в той же самой в германии в той же самой даже великобритании в государственных штатах то есть мир тоже как свое время перед второй мировой войны разделился на на 2 и он снова очень четки есть сторона добра на который в том числе выступает израиль и сторона зла вот этот ислама нацизм или как вы хотите назовите попытки установить практически фашистские неофашистские режима европе я имею ввиду не этих а переточных правах да но так называемых левых но фашизм это левое движение на самом деле так называемых европейских левых которые с одной стороны хотят уничтожить гражданские свободы практически в сша этот наступление на них и на и в западной европе тотальная цензура запрет свободы слова запрет практически свободной академической деятельности все что происходит сейчас за в кампусах западных университетов и касается не только израиля да все это макобесие которые там есть и да это евреи просто стали лакмусовой бумажкой точно так же в 30-е годы лакмусовой бумажкой фашизма и нацизма стала ненависть евреям у них было еще очень много других ценных сторон точно так же коммунизм большевизм начался с преследования сианизма и еврейской религии и еврейской национальной жизни я напомню что первый указ который подписал сталин первый вообще официальный указ когда он вступил в какую-то официальную должность в восемнадцатый год он был комиссаром по делу национальности это первый указ это указ о запрете еврейских религиозных сианинских национальных всех любых еврейских организаций очень символично да и не менее символично что вместе с ним этот указ подписал человек по фамилии агурский это был еврей который родился не просто в религиозной хаббатской семье у него была семья хаббатского раввина потом настал религию пошел в революцию стал председателем евсекции то есть еврейской секции коммунистической партии которая боролась с проявлением всего еврейского когда собственно ответственно за то что тем мы стали люди советские евреи я имею ввиду людьми полностью решенную своего исторической памяти наследия которые боялись говорить что они евреи вот это вот была задача этого груза и в секции потом все расстреляли конечно вот и точно также и сейчас в той борьбе которого ведет запад с нами очень важную роль играют евреи которые являются просто предателем своего народа на самом деле которые выступают израиля те же 40 американский миллиардер еврейского происхождения его он же пожилой сейчас сын его александр молодой современный человек который взял знамя из ослабевших рук отца который финансирует во все это антиеврейские деятельности эти дебострации на американских кампасов давление на политики политические американских политиков против израиля здесь во многом за за этими попытками уничтожить евреев стоят на вторых краях стоят евреи гаута евреи и диаспоры и точно так же как повторяю очень символично если бог любит символику историю сейчас такие вещи показывает первый указ который подписывает сталин указ о запрете еврейских организаций и вторым подписью стоит подпись придворного еврея антисемита но простите как говорил михаил евграфиевич салтыков щедрин всякое безобразие должно свое приличие иметь ладно я отвлекаюсь от того что в лондоне уже проходит показ хамасиачий моды ладно черт с ним отвлечемся от этого я отвлекаюсь от того что во франции стало модным у кондитеров делать торты стилизованная под флаг хамас но помилуйте то что в соединенных штатах возле белого дома сразу же после операции в носе ирате и палестинские протестующие против освобождения израильских заложников они вывешивают лозунг джихад победа или мученическая смерть это напротив белого дома что в демпартии мне уже надо наплевать на то как они относятся к евреям у них есть инстинкт самосхранения ну во первых мне нравится вторая альтернатива я думаю мы пожелаем чтобы они исполнили и достигли того что они хотят поможем если чем есть целенаправленная компания в это складываются огромные деньги деньги которые идут из оконными путями из того же ирана из катара деньги которые идут из других арабских стран деньги которые вкладывают в том числе вот эти евреи ненавистники израиля то есть это не стихийные явления это вполне целенаправленная компания она хорошо организован об этом достаточно писались писали каждый кто скат имеет глаза да он это видит то есть есть целенаправленная компания по по уничтожению государства израиль и уничтожение еврея вообще потому что еврей диаспору должны понимать что если не дай бог конечно им удастся осуществить эту мечту и от палестины думаю они останутся ни одного еврея сразу же заплываются синагоги сплываются уже это происходит еврейские школы и так далее вот это очередной раунд борьбы за уничтожение евреев в 30 и 40-е годы у европы этого не вышло выросло новое поколение и можно взяться за то же самое старый еврейский европейский спорт по новой тут со времен крестоносца повторяю в принципе ничего не изменилось но опять же второе это не вся европа это не весь запад у нас есть достаточно много друзей у нас есть много достаточно союзников если бы израиль был единый если у нас не было внутри страны людей которые поддерживают по сути уничтожения нашей страны если наши нет наши спецслужбы наш наше политическое руководство работали бы правильно если бы они действительно разъясняли миру то что происходит если бы мы вели полкомпании по мобилизации наших друзей то ситуация может была бы другая нам есть на кого опереться скажем даже иранская диаспора которая массово выходит сейчас иранская диаспора имею ввиду за пределами ирана в той же западной европе в той же с тех же соединенных штатов которые массово выходит на демонстрации с израильскими флагами например это тоже о многом говорит но вы упомянули наших альтернативно одаренных я очень деликатно скажу ну вы знаете тут действительно уже руками разводишь опять же как не вспомнить игорь миром че губермана за мудрость растворенную народе изящество житейских поворотов евреи платят матери природе обилием кромешных идиотов в тель-авиве вчера вечером когда народ нормальный народ я имею ввиду радовались освобождению заложников обнимались на улице в тель-авиве несколько десятков тысяч вышли на демонстрацию с требованием заключить немедленную сделку с хамасом по освобождению с заложником причем в районе озрели были столкновения с полицией дань и думайте это все до сейчас тут есть у нас такая лама татур это израильская звезда фильмов и телевидения палестинского происхождения ведущая на 12 канале арабского да 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 увидев фотографию но аргамане она заявила вот как выглядит девочка которую похитили на девять месяцев у нее брови аккуратнее моих ее кожа волосы ногти что это такое вот она взяла за основу вот эту фотографию но аргамане простите меня старого пошлика авраам но так у меня жизнь сложилась недовольно часто приходилось видеть бабью зависть вот ну был такой был я свидетелем этого но помилуйте опять же как сказал солтыков щедрину всякое безобразие должно свое приличие иметь ну да руководство кишета ему принадлежит 12 канал она выпустила заявление в котором осудила высказывание татуры и немедленно ее уволила с телевидения ну а что они раньше не знали что с ними работает такая альтернативно одаренная это чо у нас в израиле происходит я все-таки немножко поправлю выскажу защиту женщин это все-таки майорная небо беззависть это просто разочарование она рассчитывала видеть другую картинку она рассчитывала увидеть женщину как заключенные асвенцема избитую в коже до кости страдающие она была до считала что в том числе это но на аргамане испыгает мучение в плену и было в том числе физические мужчины что избивают насилуют и так далее и аду женщин внешне здоровая там зубы не сломаны глаза не выкололы это как-то вот придумаю в этом речь но дело в том что когда было демонстрировались кадры резни 7 октября один из этих кадров наиболее страшных хватает в какую-то девушку куда-то ее боевики хотят увезти по это голос командир кричит эта девушка не для плена это девушка для изнасилования то есть они совершенно четко разбили заложников на две категории на части из них были и продолжают к сожалению эти матери подвергаться насилию и физического и сексуальному мы увидели все эти страшные кадры отчасти не держит как обменный фонд чтобы предъявить вот таким общественным мнением поэтому просто но но и повезло видимо хотя мы не знаем что нам помните фото как это же на бой сбита вся в крови когда ее брали в пет в том хамасов сообразили что нужно все-таки предмет район общественным мнением а если уж освобождаешь какое-то количество заложников и должны выглядеть прилично только поэтому да вот а да это самая израильская это ведущая израильского государственного телевидения практически государственного и вот она обещаю хочется виду в общем я очень хочется видеть евреев избитых убитых это что на каждый день видит даже своих коллег живыми и здоровыми это не в основном деле неприятно такой типичный опять же нацистский антисемитизм но поразительно даже не поразительно на самом деле это к сожалению у нас норма да она работала на израильском телевидении на еврейском она выступала там и не думаю что вдруг у нее эти антисемитики антиизраильские взгляды прорезались в ту секунду когда сказала эту фразу то есть написал даже в своем социальной сети нет она говорила это может быть другими словами подспутно но вещь и этот яд она сделала на евреев на израильских граждан израильских зрителей поэтому если у нас такое телевидение то части народа она подвергается воздействию пропаганды кстати то что ее уволили я бы поставил потом большое совдение но значит ворон ворону глаз не выключит я уверен что это руководство этого канала прекрасно знал о ее взглядах не думаю что повторяю первый раз такое говорит я понедопускаю что сообщили в прежде что ее уволили на самом деле она выйдет в отпуск на пару дней потом вернется по телефону на телевидении когда будут другие новости может быть еще выпустят компенсацию сказать за пропущенные рабочие дни то что я бы на самом деле следил бы за тем что происходит проблема только в том что право и не организованным никому этому следить нет какой-то организациям левые левые назвать израильское движение на самом деле так называемое левое к настоящим лево они тоже нет малого отношения она имеет огромные фонды большие деньги там есть структуры есть люди которые профессионально занимаются борьбой с израилем в том числе находясь внутри израиля у права национального лагеря чего подобного нету так что не знаю кто должен будет отслеживать эту судьбу судьбу это ведущий но это стоит сделать это очень большой вероятности она появится мире на том же канале или на другом и никакого наказания не принесет теперь у меня к вам один вопрос авраам только не удивляйтесь но дело в том что я перестал верить в совпадение в политике речь вот о чем что на следующий же день после операции в муссерате была встреча хани это глава политбюро хамас исмаил хани и мид турции хакана фидана и встретились они в дахе формально сообщается чтобы принять участие в стратегическом диалоге между турцией советом сотрудничества государств персидского залива но вы знаете я честно говоря перестал верить в совпадение или меня уже паранойя как вы считаете никаких совпадений нет что эрдоган поддерживает хамас совершенно открыто в день нападения на израиль руководство хамаса было не где-нибудь а в турции и турция до сих пор например удержит у себя очень многих боевиков хамаса например отдел так называемый кибербезопасности хамаса он до сих пор работает из турции то есть они занимаются борьба в том числе с израильностью с турецкой территории как заявил эрдоган тысячи боевиков по самым демонстрам мирных жителей вы знаете мирных жителей да в том числе и борцов сопротивления учит как они называют лечиться в турецких больницах и когда мы говорим о том что иностранные разведки участвовали в подготовке этого нападения хамаса но иранская разведка ее называли ники хели которая упомянула время визита в израиль кстати сказала что российская разведка участвовала в подготовке этого нападения что действительно у них то есть у террористов были подобные планы и израильский баз в том числе спутниковые фотографии носики спутников пока у хамаса нету да это как бы было понятно что русские к этому привожили отношения отношения было достаточно много русско-российского оружия там вот просто с хелизом и один из высокопоставленных американские дети сказала сейчас открыто вот но я думал нельзя исключать турецкую разведку турки достаточно имеют достаточно квалифицированную разведслужбу они открыто поддерживают хамас по турции прокатилась демонстрации серии демонстрации почему демонстрации которые принимали участие сотни тысяч человек которых турки требовали от отправить пехметчиков не называют в газу то есть мы верим с турецкую армию в газу защита и этот эрдоган на международной арене выступает просто как главный враг израиля после ирана наверно и то что он говорит после кроме ирана не говорит нет никто практически пригласил израиль войной так что поддерживает хана хамас и политические и военные я думаю разведаются непонятно почему мы наше руководство опять же стесняется об этом говорить громко и вообще воздействовать на турцию турция страна которая во многом стоит за антиизраильской активностью не только со стороны хама хамаса но и со стороны других антиизраильской организации но тогда мне непонятно вот что мы раз заговорили с этих позиций ведь дело в том что обратите внимание на одну деталь министр им тот же министр иностранных дел турции хакан фидан он находясь с визитом в китае встретился не с кем-нибудь а он встретился с уйгурами в уручи побеседовал с ними но сделал вид что ничего там особенного не происходит все там хорошо все там расчудесно но у меня тогда вопрос дело в том что наши зрители могут посмотреть как в китае на самом деле относятся к уйгурам есть даже статья в википедии геноцид уйгуров только по официальным данным там насильственной ассимиляции и излечению от исламских заблуждений это этому подвержено более миллиона человек и понимаете как же тогда хамаса они же делают заявление типа того что мы нация мухаммеда мы завоюем все пятьсот десять миллионов квадратных километров на планете земля и тра-та-та-та-та а что мы получаем кстати сам хамас не обращает внимание на геноцид уйгуров турции не обращает внимание на геноцид уйгуров при этом вы будете смеяться друзья вы знаете я вам больше того скажу в декабре двадцатого года международный уголовный суд в гааге отказался рассматривать это дело по геноциду уйгуров вы знаете друзья мои какая первая страна была той которая признала геноцид уйгуров США и как они дружить то могут у меня тогда вопрос я вас поправлю действительно очень правильно говорить то что происходит в Китае в отношении мусульман иначе к геноцидам не назовешь практически весь народ был поган через концлагера за малейшую малейшее подозрение в инакомысле оппозиционной деятельности уйгуров уйгуров это коренное население вот северо-западной провинции Китая так называемый раньше это называлось китайский Туркестан населенные тирками населенные мусульманами которые китайцы еще при империции завоевали вот и этот народ который подвергается массовому преследованию повторяю там закрываются мечети там ставятся свои люди во главе киргурской организации вот такой коммунистического толка очень интересные кадры я видел открытие мечети открытие учебного сезона в Угурске в этой мусульманской семинаре красный флаг портрета Мао Цзю дома китайских лидеров вот полный Советский Союз такой сталинского типа вот там идет политика не только массовых арестов то есть народ пошел консультера практически там массовое заселение китайцами территории которые исторически принадлежат уйгурам которых они жили туда и заводится китайское население сами уйгуры подвергаются дискриминации ислам практически запрещен открыто да вот но вы сказали что Турция этого не замечает не нет Турция прекрасно этого замечает и Турция и китайские экономические партнеры очень важны да и Эрдоган неоднократно говорит что никакого преследования уйгуров в Китае нет так что они заметили посмотрели вот нет сейчас как вы правильно сказали министр иностранных дел Турции находится с визитом в Китай он поветел в Пекин а потом его специально свозили в Синдзан уйгурский национальный район чтобы он убедился что никаких преследований мусульманин мы посмотрим это кадр его с трогательной встречи случайно я их демонстрировал там ему ручку даже пытались чмокнуть но это знаете пришел человек министр иностранных дел пришел на рынок встретился случайно 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 тот ему рассказал все прекрасно то есть в этом смысле Турция прекрасно знает но это показывает что все разговоры о так называемой исламской солидарности это таска для оболванивая своего же населения эти люди если они чувствуют силу я имею ввиду руководство практически все без исключения мусульманских стран и общественность тоже все эти активисты которые выступают так за газом где они были когда происходят и происходят те же самые события в события в Китае в событиях в Бирме в Африке в Индии сейчас достаточно непростые времена мусульман то есть есть еще куда приложить усилия к Вамигазу никто ничего не замечает более того западные страны могут еще выступать в поддержку угнетенных мусульман где-либо кроме Израиля но исламские так называемые страны в том числе исламская общественная в том числе русскоязычные исламские активисты это просто не видят на прочь это повторяю показывает что стоят эти разговоры про исламскую солидарность если бы тот же Эрдоган лидеры организации арабских государств и так далее поняли что Израиль настоит серьезно что им не только выражать возмущение то попискивая где-то в углу а способен дать серьезный ответ на их действия то они ввели себя совершенно по-другому точно так же как все знают что с Китаем связываться не стоит и когда один из российских действий Российской Федерации один из высшего руководства высказался что-то по поводу Китая критически он оказался сразу же посолом в Молдове несколько лет бывая история назад так если Эрдоган знал что он действительно получит очень серьезный ответ на его антиизраильские действия то они в момент мгновенно забыли бы забыли бы про свою исламскую солидарность Израиль мог бы делать все что он хочет другое дело что мы конечно не китайцы мы в любом случае не стали сажать население в конце Герой запрещать ислам как таковой что практически сделано в том же самом Синьзане куда министр иностранный дел Турции но тем не менее это еще раз показывает что все разговоры о какой-то исламской солидарности защита огнестенных мусульман это просто ложь и прикрытие для обычного старого доброго тысячелетнего антисемитизма и попыток уничтожить Израиль если бы Израиль делал бы что-то другое его обвиняли в этом если бы в Израиле не было бы никаких национальных меньшинств нас бы обвиняли в том что мы протестаем каких-нибудь комаров но что в этом смысле должен делать Израиль Израиль мог ввести наступательную политику что касается той же Сирии Сирии практически оккупировала часть Турции Турция например приводит политику такого же геноцида по отношению курдов она бомбит и бомбит курдские города на территории Сирии где бы Израиль почему не созывали ООН и не устраивали по всему миру антитурецкие демонстрации вполне наши спецслужбы могли бы этим заняться например сейчас администрация северо-западных районов Турции Сирии извините северо-западных районов Сирии ну там создана такая автономная провинция населенная сирийскими курдами со столицы в Рожаве то есть там войска Асад были оттуда выновлены и там уходов самоуправления они сейчас хотели провести выборы и Турция заявила предвещать не ультиматум о том что они ведут войска и не допустят ну что речь идет о создании как бы независимой курдской администрации где был Израиль вот почему мы не выступили с осуждением турецкого империализма например по ней можно вести наступательную политику как минимум в области пропаганда а как максимум и помогать врагам наших врагов и другими средствами если бы Эрдоган знал что на его антиизраильские выступления на его поддержку реальную поддержку террористов мы будем отвечать соответственно то он был в 10 раз подумал прежде чем это делать и вполне возможно они бы стали бы такими же друзьями израиля как они сейчас друзья китая хотя повторяю мы не делаем практически ни ни десятый и сотый части того по отношению даже к мусульманам газа что делают большие друзья турцы китайцы по отношению мусульманам мусульман восточного китайского Туркестана но тогда все-таки я сейчас вот мы заговорили о Турции я вынужден упомянуть Америку что несмотря на то что администрация Байдена творит гусары молчать тем не менее там вроде бы заблокировали сделку по поставке им F16 какое-то количество там тоже не все так гладко да насчет что-то мы видим на счет с Турцией такая ситуация что Турки очень хотят получить современные авиации несмотря на все потуги Эрдогана заявить о том что Турция такая индустриальная страна и так далее своей авиации у них нету сначала они хотели купить у американцев F35 самые современные самолеты и действительно было сделано и действительно было сделано ну там очень в Турке соглашение которое было сделано между заключенными турками и Америкой было благодаря турецкой политике сорвано но теперь турки хотели хотят повезти закупить F16 у американцев но проблема заключается в том что главным партнером Америки по производству этих самых самолетов является Израиль практически там всюду стоит из американская в американских системах стоит израильская авионика израильская авионика израильский комплект то еще даже крылья мы производим не только авионику и практически это совместный американский самолет современной модификации F-16. И часто у нас в прессе пишут о том, что Америка использует программы совместного производства оружия с Израилем для политического давления. На Израиль не запрещает нам их выставлять, кому мы хотим и так далее. Но паука имеет два конца. И точно так же, как мы должны получать разрешение у Америки обоставку совместно разработанного оружия, точно так же Америка должна получать разрешение у нас. Обычно Израиль дает это разрешение автоматически. Но вот с F-16 вышла загвоздка, и американский конгресс действительно подписал разрешение на поставку F-16 в Турции, но поэтому было сказано, что вы должны договориться с Израилем. И турецкий, опять же, министр обороны, высказался о том, что мы не хотим говорить с Израилем. Мы вот попросим американских партнеров, чтобы как-то решили этот вопрос с нашими американскими партнерами. Но, видимо, этот вопрос не решается. Американцы ничего не ответили. Я думал, немножко покрутили пальцем у виска, что такое Нагорская. И, кстати, вы заварили эту кашу с израильтянами, вы ее решаете. Ну, обычно Израиль ничего не сливает в прессе относительно оборонных каких-то контрактов. Но вот мы видим, что пока как бы в Турции не получила эти самолеты. Какая-то задержка почему-то происходит. Непонятно почему. С другой стороны, Эрдоган вроде бы смягчил какие-то санкции по русскому опору, которые он вел путь в Израиль. Так что, возможно, хотя бы в этом наша дипломатия научилась активной, так сказать, борьбе, активной деятельностью. И, у нас есть чем ответить нашим врагам, включая Эрдогана. Но главное, что мы должны помнить, мы стоим перед экзистенциальной угрозой, перед угрозой нашего физического уничтожения. И во многом бойня 7 октября была спровоцирована тема, тоже нет сомнения в этом, что арабы считали, что народ Израиля расколот, что, как говорили демонстранты, накапывали, у Даньягу не будет ни армии, ни разведки, и что для многих израильцам важнее свести политические счеты между собой, чем бороться с внешней угрозой. Мы помните, что произошло время Иудейской войны, во время Великого восстания против Рима, когда в осаждённую Иерусалиме началась гражданская война между различными фракциями евреев. И наши враги считали, что мы ничему не научили за 2000 лет, и то же самое повторится, поэтому они напали. Единственным ответом тут может быть то, что мы должны понимать, когда точно так же, как было в этих кибуцах, когда арабы вошли на территорию Израиля, они стали разбираться, кто левый, кто правый, они убивали всех. Точно так же немцы не разбирались, нацисты, кто коммунист, кто сионист, кто германофил, а кто выступает против Гитлера, а также убивали всех евреев. Точно так же коммунисты при Сталине не смотрели на то, что ты бундовец, ты сионист, ты религиозный, ты антирелигиозный, любой еврей, у которого было какое-то национальное еврейское чувство, которое хотел сохраниться евреем, который хотел учить своих детей еврейскую культуру, евриту, автоматически отправлялся в ГУАГ, это было преступление. В отличие от немцев, которые хотели уничтожить евреев физически, Сталин хотел использовать еврейские мозги, еврейские руки, но хотел убить еврейскую душу. Разница не очень. Много на самом деле. То же самое происходит и сейчас. Есть много сил в мире, которые хотят нашего физического уничтожения, независимо от того, каких взглядов мы придерживаемся, что мы думаем и какая наша ориентация в всех или иных вопросах. Просто нужно помнить, мы находимся в обострении вечной борьбы за выживание нашего народа. И если мы будем думать о каких-то внутренних разногласиях, а не о том, чтобы победить своего врага, то, к сожалению, всеучний, конечно, не оставит, но будут еще очень тяжелые моменты. 7 октября возникло только потому, что в народе Израиля не было единства, только потому, что возникло впечатление у наших врагов, что борьба внутри Израиля для кого-то из нас важнее, чем борьба с внешней угрозой. Да, невеселую картину вы нарисовали, но в любом случае я не хотел бы заканчивать на минорной ноте. Опять же, напомню Губермана, когда дурости взорвете вы весь шар земной, последними уйдут евреи и свет погасит за собой. Так что в любом случае мы не уйдем. Мы даже свет погасим, если вы взорвете этот земной шар, мы его останемся, мы его снова отремонтируем, он снова будет пригоден для жизни, как мы сделали земной сад из земли Израиля, которая в 2000 лет была в руинах, все народы, которые жили на нашей стране, превратили ее в пустыню, мы сделали ее цветущим садом, в котором, да, есть место даже для арабов, которые все пытаются из этого сада снова нас уничтожить и снова превратить землю Израиля в пустыню, но это уже у них не удастся. Я при этом напомню, дорогие друзья, что все, без исключения, прогнозы Авраама Шмулевича всегда сбывались, потому что перед вами один из наиболее авторитетных политологов Израиля. Но я напоминаю, выводы сделать только вам. Подписывайтесь на канал Авраама Шмулевича, подписывайтесь на мой YouTube-канал, ссылка будет дана в заголовке, поддержите наши каналы, реквизиты даны в описании и, конечно же, Ам-Исраэль-Хай, народ Израиля, жив. И жив еще наш отец. О-Давину-Хай. До встречи, друзья. Ам-Исраэль-Хай, вопад-Авину-Хай. Порвемся. До встречи, друзья. До свидания. До встречи, удачи, берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»!